С самого утра под стенами областного военного комиссариата собралось около сотни юношей. Руслану 21. Парень уже закончил техникум. Но работа программиста признается не слишком интересна. Юноша мечтает об армии, хочет стать десантником. В семье Руслана военных нет, но его выбор одобрили. Нормально, поддерживают как-то. Друзья тоже, они тоже были в нами. Сейчас призывники проходят медкомиссию. Врачи констатируют, желающих пополнить ряды вооруженных сил все больше. Только медицинским нормам современные юноши все реже соответствуют. За последние 10 лет общее состояние здоровья парней ухудшилось в значительной мере из-за вредных привычек. Молодые люди курят. Бывает и такое, что приходят на осмотр под кайфом, уверяют медики. Бывают, скрывают болезни. Скрывают те болезни, которые... Они знают, они между собой делятся друг с другом. И они знают, что, допустим, с язвой не идут, с гипертонией не идут, с пороком сердца не идут. Скрывают. Минимум одного-двух списываем. Ну, у хирургов больше списывается, потому что там вот эти все плоскоступные сколиозы, там в районах есть, что и не раздевают вообще, и не смотрят даже. Призывников в городе и области этой осенью больше 10 тысяч. Половина из них поступили в вузы и получили отсрочку. Из остальных армейские ряды пополнят только 800 человек. Это меньше, чем обычно. Изменение призывов связано с коротким ЗБС на сегодня. Мы поступово идем на перехід до контрактной армии, когда будет комплектовать столько за контрактом. У нас изменилась пропорция призывов. Зараз до ЗБС призываем из загальной кількости 65% всего, а 35% идут в іншую силовую структуру. Первые новобранцы отправятся в воинские части уже 9 октября. После, из-за парламентских выборов, с отправкой придется повременить. Яна Тончак и Павел Кубраков, Медиагруппа «Объектив».